Всем привет, с вами Эдгар И мой гребаный видеоблог мысли от Эдгара В новом формате Замутил новую движуху специально для вас Чтоб было удобненько А то люди уже начали возмущаться Эдгар сидит в кресле, все одно и то же Хотим что-то новенького Как бы каждый день кашу кушать Это как-то уже проблемно Так вот, новый формат Эдгар постарался И по многочисленным просьбам Ну этих просьб у меня там уже завались На моем канале Один из вопросиков Который наложился друг на друга Это про Будду Кто такой товарищ Будда Буддизм, просветление Медитация И все вот в этом формате Для меня это ничего такого сверхъестественного Все очень просто Я жизнь понимаю в простом понимании У человека есть стадии взросления И на каждой стадии этого взросления Естественно, меняется характер Поведение Мышление Осознание Так вот, смотрите, какая штука Будда Будда пришел к просветлению в 35 лет Товарищ Иисус пришел к просветлению в 33 года Если возьмете любую религию Именно в этом возрасте Каждый из известных людей Просветлился именно в этом возрасте Я тут это дело обдумал когда-то И пришел к такому выводу В 16 лет, там, в 13 лет Играют гормоны Человек начинает понимать Что ему нравится противоположный пол Но не как в 5 лет Ты хочешь пойти и жениться Для всего есть свое время Свой период Так вот, время Когда ты должен включить мысль Как-то достичь какой-то мудрости Осмыслить процесс жизни Это примерно с 28 до где-то 35 Там, ну, 40 лет Это уже кто совсем запоздал Но есть люди, которые не осмысливают жизнь Вообще никогда Всю жизнь остается, ну, грубо говоря, тупыми И мешают жизнь другим людям Ну, это ничего страшного Это нормальное явление нашей современности Так вот, у вас период И все вот эти Иисусы, Будды, Мухаммеды Они все в это время начали просветляться Что такое просветление? Я сделал для себя следующий вывод Это просто стадия взросления Ты до 30 лет Проживаешь какой-то свой жизненный путь Опыт Работаешь, ищешь девушку Находишь, женишься, дети Пытаешься выживать За 30 лет По-любому ты встретишься С разными ситуациями в жизни Те, которые, не знаю Отец, сын, дед Жена, теща Партнеры по бизнесу Друзья Кинули знакомые Первый поцелуй Там, я не знаю, что там Первая любовь В общем, что-то получается Что-то не получается Разные виды испытаний жизненных И вот за все эти 30 лет Ты наиспытываешься вот так Это то самое время Которого хватает на испытания И вот подходит обязательно тот момент Как и любой другой момент Когда ты там становишься уже Там, сначала ты ребенок Потом ты подросток Потом ты уже парень Там, или уже девушка Периоды И вот 30 лет И ты уже должен Просветлиться Мудрость Гребаная мудрость Но почему-то люди Наше вот это сообщество Человеков Решило, что Понятие просветления Это какой-то сверхъестественный процесс К этому относится То, что этим может обладать Только какие-то Существа свыше Которых организовал Бог Или там инопланетные существа Ну, не как это обычное явление Подросток Захотел чего-то Так же 30 лет Человек захотел Просветлиться Сделали это Каким-то Отдельным Явлением Которое Доступно Только Только Каким-то Хрен знает Каким людям Я вот достиг уже этого Просветления Но вы, конечно же, скажете Да ты просто придурок Да потому что У вас больше другого Разговора нету Большинство в нашем обществе Дебилоиды Они Какое там нафиг просветление Для вот этих дебилоидов Организовали Что просветление Может получить только Какой-то Определенный человек И все Он забыл про это Это как сказать Блин, ну ты должен быть Мудрым Но мудрость Не для каждого Как бы Ты обойдешься И ты принял это И типа Ладно, не буду я Это как Зависнуть В подростковом возрасте И не переходить В новый формат возраста Где ты будешь Старым дедушком Мудрым Но тело-то стареет Ты взрослеешь Ты хочешь быть дедушкой Но отказался От стадии Просветления Это вообще Ну не стыковка Людям гонят Какую-то Билиберду Так вот смотрите Как достигается Просветление Когда ты Наработал Определенный Опыт жизненный В один прекрасный момент Ты обязан Ну хочешь ты этого Или не хочешь Ты начинаешь Задаваться вопросами Зачем я живу Что я делаю Что я сделал Что я буду делать Мысли начинают Между собой Бороться Это как в компьютер Залить много информации И компьютеру Нужно определенное Какое-то время Чтобы он Обработал информацию И потом ты Начинаешь с ней работать Дальше Для компьютера Это считается То же самое Просветление Накопилась информация Ее же нужно Переработать Между собой Состыковать Прийти к выводу Понять в целом В чем суть жизни И продолжить жить Это называется Просветление Так вот Это дело Взяли И отняли У людей Стадия Которая Естественный Процесс Жизни Вот просто Обычное явление Система просветления Должна быть У каждого человека В определенном возрасте После просветления Будет дальнейшие Какие-то процессы Жизненные Смотрите Будда Кто такой Будда Это Чувак Парень Пацан Не важно Мужское Мужской пол Он жил В богатой семье Куда там богатая Он был принцем Папа у него Король У него все блага Девушки Наркотики Сейчас вот кто-то Докопать Какие наркотики Будда Какие наркотики А вы почитайте Буддийские Вот эти Книжечки Как там Описывается В тумане Там такая штука Откуда появился Будда Якобы Мама Будды К ней во сне Пришли Четыре Слона Слоны Там еще кто-то Вот такие существа Которые увели Куда-то Маму И Лотос мамы Раскрылся Для Вот этого слона И он Вошел Как бы в нее И в итоге Получился Будда Так же с Иисусом Иисус Появился От святого Духа Понимаете Во всех этих Людях Одна и та же Тема Иисус От святого Духа Этот от слона Тоже от святого Какого-то слона В итоге Такая ситуация Мама якобы Умирает Но я думаю Что Просто Отец Будды Узнал Что мама Изменила Взял И Убил Эту маму Потом Хотел сделать То же самое С Буддой Сыном Но Те люди Которые там Родственники Придумали Такое явление Якобы На Будде Нашли Какие-то Пятна И что Он Какой-то Такой Человек Который В будущем Станет Или Правителем Или Пририцателем В общем Не дали Отцу Убить Этого Ребенка Так как У него Жена Шлялась В итоге Чувак Остался Жив Отец Решил Что Этот Его Сын Будет Таким Вот Известным Политиком Решил В него Вложиться Начал Учить И делал Все Чтобы Его Сын Не стал Ну никак Каким-то Духовным Учителем Так как Отец Был королем И хотел Править Вообще Там Всей Страной Начал Отгораживать Его От всего Мира Этот Паренек Мальчуган Он не видел Что такое Старость Не видел Что такое Бедность Отец Предоставлял Ему Все Блага У него Были Самые Красивые Женщины Наркотики Бухло Жизнь Красота И все Такое Но В определенный Момент Ему Захотелось Выйти Посмотреть Что Такое Что Все Такие За стенами Его Царства Отец Ну Ну Как Не смог Противоречить Этому Делу Говорит Ладно Выходи И У Будды Есть Такая Фишка Четыре Выхода За Каждый Выход Прописан В книжке Как Целое Просветление Этого Будды Один раз Он вышел Увидел Старого Человека Он не знал Что люди Стареют Задумывался Второй раз Он вышел Увидел Человека Умирающего Оказывается Люди Болеют Другой Раз Так Сейчас Я уже не помню Что он там Видел А Один раз Он Короче Уходит И попадает На праздник Обычных Смертных Крестьян Которые Пашут Плугом Плуг Пропахивает Из-под земли Вылазят Всякие Червячки Букашки И тут Птицы Подлетают И букашек Съедают И он Задумался О том Как же Жалко Этих Букашек То что Их Съедает Птичка И получается Он Додумался Сел Подумал Действие И то что Какое-то Определенное действие Приводит К следующему Действию Если бы человек Не пропахал Плугом Червячки Не вышли Птица бы не съела В общем Осмыслил Все это Дело Пришел К тому Что Это нормальное Явление Так должно Быть Но ему Все-таки Жалко Этого Червячка Но так Должно Быть В общем В итоге Осмыслил Всякие Вот такие Вещи Но знаете Что мне не нравится Когда это Все дело Описывают Все это Говорят Какими-то Такими Волшебными Словами Это была Легенда Миф В которой Во сне Маме Буды Приснился Слон Какой нахрен Слон Мужик Какой-то Взял Жена Пошла Ну сделали Дело Получился Будда Пацан Маму Замочили В итоге Он в шоке Ходят Ему не дают Посмотреть Что-то Вам происходит За стенами Мозги Выносят Чуваку Заставляет Учить А ему Нравится Природа Все Он научился И курить И бухать И вот эта Вся богатая Тема Вот у него Все прошло Пробежалось В итоге Его просто Загнали В богатую Обстановку Из которой Он хотел Вырваться Это психологический Стресс Для человека И он Пытаясь Вырваться Оттуда Начал Видеть Такие вещи Которые Наши будни Обычные Люди Работают Умирают И все Такое Но для него Это стрессовое явление Когда человека Стрессовое явление Он начинает Задумываться С одной стороны Это Вот и привело К тому Что Будда Является Буддой Потому что Ему есть Что с чем сравнить Он попробовал Богатую жизнь Увидел Бедную жизнь Сравнил Осмыслил К нему К нему пришли Мысли И он Пришел К пониманию Бесконечности Чистое понимание Разума Это у меня И без Вот этих Процессов Произошло Я Это все Уже Понимаю Ну конечно же Вам насрать И вообще Вы не собираетесь В это Вдумываться Эдгару Пришло Просветление Вот он Возомнил Себя Будды Он Базарить Не умеет Нужно же Разговаривать Как-то Ну Я как бы Нормально отношусь К вам Ничего страшного Как говорится Не очкуйте Чуваки Чтобы быть Просветленным Не нужно Быть Обязательно Лазить В Тибирскую Гору Покорять Там Не знаю Море океана И куда-то Бежать Чего-то там Делать Это не нужно Делать Можно молча Достичь Просветления Так вот Будда Решил Все-таки Уйти Из этого Замка Когда увидел Все эти Процессы Он решил Что Поймет В чем Смысл Жизни В чем Смысл Когда он Увидел Все эти Сложности Жизненные Ситуации Что люди Умирают Им плохо Он хотел Понять И помочь Этим Людям Как Выйти Из таких Проблем Жизненных Но Свалил Решился На Это Стать Аскетом Аскеты Эти люди Которые Отказываются От всего В общем-то Там И от Еды От Развлечения И Начинают Путешествовать По Смотреть Смотреть Мир Участвовать В сложностях Этого Мира В общем Он Решил Стать Аскетом И стал Этим Аскетом Естественно Отец Был Против Его Но Как Бы Тут Чувак Решил Все-таки Понять Этот Мир На Тот Момент У них Была Такая Религия Что Люди Постоянно Рождаются В одном и том же месте И испытывают В общем То же самое Когда он узнал Про эту религию Он понял Что тут что-то не так Да не может человек Постоянно Рождаться В одном и том же Получается Ты постоянно Должен испытывать Вот это Беспондовое Состояние Жизни Что всегда Будет плохо Всегда будешь Испытывать Трудности Ему это не понравилось И он решил В корень Изменить Всю эту систему В общем Долго он блуждал Какой-то период Был у Будды Когда он Решил Не кушать Отказаться От пищи Отказался Он весь Стал такой Сухой В общем Еле-еле дышал Момент был Когда он почти умирал И по книжке Говорили Что к нему Подошла девочка Принесла блюдечко С рисом Он посмотрел На неё Всё-таки Начал Рассмыслил Такую штуку Что Какой смысл Мне умирать И уносить С собой Все мои мысли Лучше я останусь Жив И передам Это другим людям Решил Покушать этот рис Вышел Из этого состояния Но на тот момент У него были последователи Пять его учеников Они увидели Эту ситуацию Короче И бросили Будду Свалили Понимаете Вот она Преданность И всё такое Чувак Чуть-чуть Изменил мысль Переосмысел Понял Что не в этом Прикол жизни Те кто не поняли Его Взяли Просто из фарелия И говорят Что ты придурок И всё Ну Будде Было Пофигу Я его понимаю Он продолжил Своё странствие Решил он Восстановить Он понял Что Не А Момент Почему он дальше Понял Когда он Начал питаться Шёл Увидел музыканта Музыкант Настраивал Струну Получается Если струну На гитаре Настраивать Слишком жёстко Не получится Звук Слишком Расслабленно Тоже не получится Нужно Какую-то Золотую середину Тогда и идёт Красивый звук То что нужно И он понял Такую штуку То что Нужно В жизни Ловить золотую середину Не нужно Голодать И не нужно Переедать Нужно Оставаться В какой-то Серединке И вот он Пытался Прожить Дальше Жизнь Ловя Вот эту серединку В общем Ходил Бродил Потом Нашёл Дерево Уселся Между этими Деревьями И решил Вот сейчас Я сяду Не сойду С этого места Пока Не осмысливал Весь этот процесс И не приду К Чистой мысли Сидел он Короче Там Семь дней И думал Но это Дело Предоставляется Как Якобы Его Одолевали Демоны Что на него Пытались В общем Все эти демоны Ему помешать Додумываться Всё как-то так Описывается Вот в нашем формате Чтобы на вас Делать бабло В формате религии А знаете Что у него Происходило Когда он Сидел под этим Деревом Те кто Знают Что такое Буддизм Начитанной Вот этого Темы Человек Ходил Бродил Набрался Опыта Чуть не умер Потом Ну видел Разные вещи Происходящие Набралась Куча информации У него Он уселся И решил подумать Потому что Мысли уже Приперли Его корзиночка Переполнилась Нужно это Как-то Обработать Человека Приперло Вот он сел И начал Думать Это было ему Как раз таки 35 лет Думал он Думал В это время Его мысли Пытались Одолеть Голые Женщины Это называется Похоть То что Человек Может Преодолеть Похоть Это К чему Там Демоны Всякие Разные Его одолевали То что Хочет Богатства Хочет Развлечения И все Такое Он мысленно Превращал Голых Женщин И вот Это все Развлекуху В цветки Лотоса И отказывался От них Вообще И типа Земля Содрогалась Ну короче Там вот так Вот как-то Описывают По-идиотски В реальности Человек Сидел И осмысливал Все что с ним Произошло Он понимал Что он Когда в богатстве Кайфовал Там женщинами Сидел на наркотиках И про это Кстати У него в книжке Написано Что отказывайтесь От наркотиков Все Он прям Это так и описывает Это не я придумал То что Не нужно Слишком много Женщин Нужно Золотую серединку Есть у тебя Женщина Вот цени ее С ней живи Ходить Шляться И со всеми Тусоваться Это не дело Кушать слишком много Тоже не дело Переедать Понимаете Золотая середина всего В общем Он научился За эти 7 дней Контролировать Свои похоти Похоти Это когда ты выходишь На улицу И тебе говорят Купи Вот это А хочешь развлекаться А хочешь дорогую машину А хочешь стать президентом А хочешь вот это А хочешь вот то И ты вот Не можешь Вот это Контролировать себя Хочу 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 Начинаешь Все мозги выносить Чтобы получить То что ты Хочешь Вот это Одолевание Демонами Твою мысль Вот чем С чем Он пытался Бороться Будда Он сидел И вот Пытался Когда вот Я хочу машину Он в голове Превращает Это хотение В лотос Это имеется ввиду Ну машина Ну Lexus Ну нету У меня Да ну и хер с ним Как говорится Что есть то есть Нету так нету Попытаюсь заработать Получится хорошо Нет да и хер с ним Вот к чему Он в голове то пришел А не всякие там Димоны и все такое И тут У него Там один Его поклонники Вот будущие Всякие монахи Говорят в один Миг Он понял И осмыслил Бесконечность Он Просветлился Что произошло У меня тоже Вот этот миг был Это было Несколько лет назад Когда у меня тоже Всякие трудности Там бизнес Рухнул Там всякая фигня Происходила Я этот процесс Очень хорошо понимаю И когда рассказывают Про Будду Как это у него Произошло Я смотрю Неправильно говорят У него не этот момент Происходил Там Что так Один миг Это знаете Какой момент Такой Я этот момент Даже помню Я здесь сидел Думал 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 Обо всем Думаешь И тут раз В какой-то момент Понимаешь Что такое бесконечность Понимаете Осмысливаешь Этот процесс Головой Можешь понять Что такое бесконечность Это другое состояние Другое понимание И потом у меня возникло Я сейчас могу Переключать Своё мышление Я могу думать Приземлённо Могу думать Со стороны бесконечности Со стороны Бога Это Как это выразить Ну допустим Кто-то Кого-то убивает Процесс идёт Убийство Есть состояние Хорошо и плохо Со стороны Философии Бесконечности Смотря Ничего не происходит Просто Ровным счётом Ничего Это просто Процесс И он есть И есть Ничего тут такого Это со стороны Бесконечности Если ты Получишь Это Состояние То ты поймёшь О чём я говорю Если ты не Получил это состояние Не перешёл Эту стадию То Никак ты меня не поймёшь Ты будешь Меня материть Говорить Что я идиот Шизофреник Меня нужно В психушку посадить Ну много Чё ты будешь Говорить Будешь меня воспринимать Как наркомана Дебила Какую-то ерунду Ересь несёшь И всё такое Но если ты Прошёл эту стадию Взросления То ты меня поймёшь Что происходит Так что Проходите Понимаете Стадию Взросления Не зависайте В том маленьком возрасте Вам ещё нужно быть Дедушкой И бабушкой Так вот Будда Прошёл этот момент Когда его осенило Он понял Что есть Система бесконечности А есть приземлённая В которой Например Ты должен принять Сторону добра Или зла Ты должен Пожалеть Червячка Ну и птицу Тоже Как бы Не нужно Убивать Потому что Она червячка Кушает Со стороны Это нормально Но если принять Сторону червячка Блин Ну жалко червячка Конечно Птица сейчас Его съест А птицу съест Кто-то другой Его жалко И получается Бесконечность Все друг друга едят Со стороны Бесконечности Без разницы Но когда Вы приземляетесь Вы являетесь Частью Какого-то Процесса То это Нормально Вы принимаете Эту сторону И боретесь За нее Если я здесь В мирской жизни Приму сторону Я например Не допущу Чтоб человека Убивали Ну если Смотрю Что ситуация Где мне нужно Помочь человеку Я буду помогать Я буду мочить Того Другого Но По понятию Бесконечности Без разницы Что я делаю Понимаете Что такое Бесконечность Единственное Что мне не нравится Почему людям Это все Предоставили В виде Каких-то Волшебных Рассказов Легенд Слова Когда Какую-то Историю Описывают Обязательно Применяют Слова Это было В полнолунии Там Пришел Святой Дух Он Его Одолевали Демоны Потом Смотрю Те Кто Последователи Буддизма Вот Они Берут Так Вот Ложатся Там Всякие Действия Делают Приходят К дереву Возле дерева Чего-то Там Цветочки Жгут Процесс Целый Колдует Танцы Танцуют Нахрена Это Повторять Человек Сидел Будда Семь дней Чтобы не Заработать Гребаный Геморрой И у него Спина Затекла Потом Он Кстати 80 лет Умер Как обычный Человек И у него Была Очень Больная Спина И он Умер От Отравления Желудка Он Сидел Чтобы не Заработать Все Гребаный Геморрой Встал Маленечко Подтянулся Чтобы дальше Думать Еще что-то Поделал Я тоже Когда Мыслю Могу Песню Напеть Какую-то Потом Его Последователи Записали Песни Которую Пел Будда Потом Действия Которые Делал Будда Потом Из чего Ел Будда Как он Вообще Все что делал Будда Шевелился У него глаза Такие были Что-то там было Какая Нахер Разница Что Делал Этот Человек Я если Говорю Мысль И сейчас В данный Момент У меня Борода Я сейчас Чихнул В этот Процесс В этом Процессе Чих Ну никак Не влияет На мою Мысль Он Был бы В шоке Сейчас Если бы Видел Что происходит Люди Знаете Что делают Последователи Идут И тоже Бросают Свои Семьи И Голодуют Голодание Того До себя До состояния Они хотят Пройти Так же Как Будда Прошел Зачем Это делать Вот Там Говорится Будда Бросил Свою Семью И Ушел Так Все Грустно Бросил Свою Семью Это Мы Воспринимаем Как Бросил Свою Семью Он В королевской Семье Он Даже Не В курсе Был Что Такой Семья В королевских Семьях В богатых Семьях Он Даже Там Ну Ты Поспал С женой Какой-то Одной Из своих Жен Она Там Родила Ребенка Этого Ребенка Смотрят Прислуги Я Не думаю Что он Брал Там Ночью Не спал Я Вот Ночью Не спал Какашки Менял Да В этот Процесс Вот Быть Папой Не Прочувствовал Он Просто Со Стороны И Он Решился Бросить Свою Семью И Уйти Стать Аскетом Что Там Решаться Когда Твою Жену Королевскую Семья Смотрит Вот Прям Решение Принял Грандиозное А Люди Это Воспринимают Как Целый Процесс И Современный Какой-нибудь Там Типа Буддист Который Живет У него Жена И ребенок Еле Еле Кушать Себе Находят Не Из Королевской Семьи Бросают Женой И ребенка Решаются Психологически На это Придурки Идут Пройти Путь Истины Как Прошел Это Будда Будда Когда проходил Жена Жена В королевской Семье А твоя Жена В гребанной Жизни Где жрать Нечего И ребеночек Твой Плачет Кушать Нечего А ты Проходишь Гребанный Путь Что за Идиотская Система Многие Так Воспринимают Это Не договаривают Не обязательно Бросать Свою Семью Чтобы Куда То Сваливать Это Его Жизненный Путь Был Его Ситуация Ему Это Нужно Было Если Ты Сейчас Понимаешь Что Не нужно Голодать Чтобы Осмыслить Бесконечность Зачем Голодать Не нужно Я вам Могу Сказать Ничего Делать Чтобы Прийти К Осмыслению Жизни И Понять Что Такое Просветление А люди Голодают Они Просто Повторяют Как Этот Комики Процесс Который Делал Будда Будда Вот так Вот шел Вот так Вот Двигался И они Вот так Вот делают Так Двигаются И думают Что Просветление Придет Так Просветление Не в движении Было У него А в том Что он Когда-то Встал Увидел Там Таракашку Птичку Повернулся Посмотрел На еще Что-то Потом Он Видел Богатую Жизнь А ты Лошапидрос Блин Видел Богатую Жизнь Нет Ты Всю Жизнь В какой-нибудь Обычной Рабской Жизни Там Жил Тебе Не с чем Сравнивать Этот человек Присыл К осмыслению Только потому Что он Видел Разные Вещи И смог Состыковать Сравнить А когда Есть что Сравнивать Возникает Мысль Он Богатую Жизнь Сравнивать Сравнивать Сравнив Он Он Имел Ввиду Если Он Новую Мысль Хотел Дать Людям Как им Помочь Чтобы Они Не Жили Так Плохо Они Все Думали Что Ты Проживаешь Опять Одно И то же И все Будет Снова Плохо А он Сказал Если Ты Придешь К осмыслению Жизни К просветлению То Ты После Смерти Переходишь В другую Стадию Ты Не будешь Опять Жить Вот так же Не будет У тебя Болезни Не будет Старости Будет Другой Процесс Я Понимаю Что Он Хотел Сказать Но Люди Понимают Это Как-то Грубовато И Туповато Они Повторяют Действия На Уровне Роботов Технические Моменты Делают Мысленно Они Не достигают Философского Состояния И Когда Они Умирают Они Опять Будут Одно И Тоже Это Как Взять Игрушку Какую Марио Поставить Ее В нее Играть Не Доиграть И Думать Что Ты Выиграл То Ты Должен Доиграть Ее Выиграть Эту Игрушку Когда Ты Выиграешь Эту Игрушку Тогда У тебя Вариант Поиграть В другую Игру Или Перейти В другую Стадию А люди Делают Только Какие-то Действия И ждут От этих Процессов Вот Это Все Эти Обычаи В общем-то Ни о чем Тема Одеть Что-то Постричься Как Будда Пойти Делать Какую-то Штуку Как Он Делал И Это Кстати Относится К любой Другой Религии Не Только К Будде Христианство Мусульманство Все Все Правильно Такую Штуку Говорят Я не Думал Что Будду Такую Хотел Сказать У Буддизма Нет Бога Это Религия Без Бога В Котором Человек Приходит К Осознанию Мира Через Осмысление Мира Так Он Пришел К Пониманию Бесконечности А Бесконечность Она И Есть Тот Самый Бог Нет Ничего Которое Нет Без Бога Ничего Все Есть Бог Я Часть Бога Бог Часть Меня Все Есть Бог Природа Бог Этот Человек Просто Понял Что Все Есть Бог И Нужно Ценить Дерево Нужно Ценить Людей Жить Как-то Серединочно Ловить Не Слишком Много И Не Слишком Мало Делать Так Раньше Жили Сейчас Это Обычное Гребанное Явление Вот Такой Стишок Вам Получился Вы Должны Это Пройти Что Дает Просветление Я Вам Могу Сказать Вы Отвечаете На Все Ваши Вопросы У Вас Не Возникает Больше Никаких Жизненных Проблем Ну В смысле Проблемы Они Всегда Будут Но Вы Начинаете Относиться К Этим Проблемам Ну Проблема Ты Ее Решишь Как-то Вот Знаете Поверхностно Ты можешь Ситуации Как-то Сориентироваться Уже Нет Куча Непонятных Вопросов Как Быть Как Жить Что Делать Задача Какая У Человека Что Он Должен Делать Как Раньше Люди Жили Они Жи Не Ходили Медитации Йога Заплачу Пройду Курс Поеду В Тибет Поговорю С С Ламой Который Возомнил Себя Учеником Будды Который Якобы Че-то Там Понимает Технические Моменты Будды Повторяет И Тебя Учит Этому И Люди Все Смотрят Вот Слоны Будды Все Перемешали Бардак В башке Оказывается Все Просто Никакого Этого Процесса И не Нужно Раньше Люди Жили Просто Ты Просто Родился Тебе Просто Нужно Пищу Добывать Жениться Дети Живешь Проходишь Все эти Стадии Размышляешь Думаешь Беседуешь Своими Соплеменниками Товарищами Знакомыми Говоришь Разговариваешь Мы В нашей Жизни Не Разговариваем Ни с кем Вы Каждый Сам Собой Зациклились На своих Проблемах И желаниях Вот этих Тех Самых Похотях Сколько Вы Времени Уделяете Чтобы Пофилософствовать И подумать Да Ни Хрена Вы Не Уделяете Ни На Чё Время А Нужно Было Уделять Чем Занимался Товарищ Будда Его Заколебали Все эти Тусовки Он Решил Просто Осмыслить Но Если бы Он С самого Детства Всегда Размышлял Его Отец Его Учил Что Нужно Мыслить Давай Сынок Поговорим Есть Смерть Есть Рождение Есть Богатая Дешёвая Жизнь Разные Жизни Разные Всё есть Давай поговорим Об этом По чуть-чуть Серединочно По чуть-чуть Всю жизнь Говорили То У человека Не возникало Такого Резонанса Резкий Переход Или он Просветлён Или ещё Какой-то Если Плавненько Жить То Вообще Таких Людей Не будет Возникать Святой Или Какой-нибудь Сверхъестественный Все Люди Обычные Простые Стандартные Твоя задача Родился Живёшь Разговарив Беседуешь Это Как человек Долгое время Голодный Где-то Лазил И пить Хочет Такого Человека Посадил Поставил Бутылку воды Или Человек Который Шёл По пустыне По чуть-чуть По глоточку Находил Воду Пил И его Поставить И Водички Тот Кто Грамотно По чуть-чуть Прошёл Жизнь Он Посможет На воду И спокойно Попьёт Или не Попьёт Как бы Не кипишу А тот Который Запыхавшийся Там Ничего Не пытался Делать Вот От всего Отказывался Потому что Ему сказали Что этот куст Нельзя кушать Там воду Нельзя добывать Это трогать нельзя То нельзя То нельзя И он Ничего Не пробовал Остался Голодным Без воды Ему Даешь Воду Нахлебается Этой воды Нажрётся Едой И сдохнет От того Что Желудок Несворачиваемость И всё Такое От желудка Просто Крякнет Вот люди Мысленно Сейчас Такие Вам Не дают Мыслить Не дают Информации Всё Нельзя Бог запрещает Это не Говори То не Обсуждай Грех Грех Нельзя Нельзя Туда Не Лезь Это Не Делай То Не Делай Вы Как Голодный Человек В пустыне Который Вместо Воду Искать Блин Всё Нельзя А я По-другому Жил И буду По-другому И сына Свою Так Буду Учить По-чуть Чуть Чтобы Он Потом Не набрал Соро На еду Или На какие-то Знания Я Ему Сейчас Буду Всё Запрещать Бог Запрещает 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 Потом Он Вырастет Скажет Папа Иди-ка Ты На Хер Я Хочу Знать Откуда Взялся Бог Откуда Взялся Я Почему Всё Так Почему Всё Как-то Там Несправедливо И Будет Вот Это Всё Хапать Хапать И Это У Него Получится Такой Вот Резкий Переход Чтобы Такого Не Было Нужно Ребёнку Сразу Предоставлять Спокойно По чуть-чуть И Он Всю Жизнь Плавненько Пройдёт Не Будет Никаких Психов У Нас Почему Люди Психи Потому Что Живёте Так Вам Ничего Не Не Дают Потом Вы Резко Где-то Надыбаете Вы Сядь Закинете Наворовать Там Яблок Быстро Нажрать Яблок Пока Не Отобрали Или Посадить Яблоню И потихонечку Её Кушать И Засолить На зиму Или Не Засолить Яблоки Не Солят Ну Вы Меня Короче Поняли Наверное Поняли У меня Тут Лампа Прям В рожу Мне Светит Это Я Включил Чтобы Быть Просветлённым Видите Были По-другому Засветлённым Просветлённым Блин Грёбаный Просветлённый Кто-то Всё равно Меня Не Понял Всё Рано Скаж Что Эдгар Придурок Но Это Нормально Нормально Хотите Верьте Хотите Нет Но У меня Система Просветления Была Для Этого Не нужно Нихера Не делать Вы Просто Живите И Думайте Как Думайте Вот У меня Сейчас Спина Тут Чуть Устала Как Думать Да Блин Обо Всём Задумывайся Почему Что Почему Как Будда Например Задумался Почему Муравьи Ползают Ты Задумывался Почему Муравьи Ползают Чем Они Занимаются Откуда Ветер Дует Вот Какого Хера Звёзды В небе Много Чего Вы Проходите Мимо Многих Вещей В этой Жизни Вообще Об этом Не Задумывайтесь И У каждого Из вас Есть Система Запретов Потому Что Родители И Ваша Религия Запретили Про Это Думать И Это Касаться Если Есть Запрет То Никогда Не придёшь Никакому Просветлению Ты Будешь Таком Искусственно Созданном Раю И Якобы Вот через свою Религию Ты такой Прям Вот Всё Хорошо Да Ни Хорошо Ни Хрена У тебя У тебя Постоянно Вопросы Что Делать Как Быть Идёшь В свою Религию Она Тебя Опять Что-то Запрещает И Ничего Не Понимаешь Потому Что В этой Религии Может Сидеть Такой Человек Который Сам Ничего Не Понимает Дали Мне Я бы Вообще Выкинул Нахер Все Эти Понятия Буддизм Христианство Мусульманс И Всё Такое Всё Это Нафиг Не Сдалось Есть Природа Есть Дерево Есть Я Есть Ты Есть Люди Есть Жизнь Мы Ходим Добываем Еду Живём Встретились С тобой Ты Хочешь Кушать Я Хочешь Кушать Давай Поймаем Чё Нибудь Давай Пошли Поймали Покушали Живём Кто Скажет Это Скучно Мне Нужна Дискотека И Чтоб Там Был Известный Диджей И Какие Нибудь Проститутки И Куча Кокаинчиков На Килограмма Два И Вот Тогда Вот Это Ништяк Жизнь А То Что Ты Говоришь Приходишь Там Жена Ребёнок Ходишь Охотишься Приходишь Жена Ребёнок Охотишься Что Тут Прикольного И Так 100 лет Жить Что Не Развлекаться Что Сожри Блин Этого Кокаина Столько Что Ты Взорвался Нахер Бензинчиком Обожрись Обнухайся Блин Побыстрее Чтобы Мозги Людям Не Выносить Такие Люди Мутят Воду Один Человек Какой Ништяк Что Всё Таки Кайфово Блин Ништяк Вот Мне Например Ништяк Ну И Это У меня Непоколебимое Такое Понятие Никто Не Сможет Ее Сбить Это Понятие Мне Хорошо Тебе Ничего Не Надо Понимаете У меня Всё Ништяк Даже Если У меня Нет Того Чего У тебя Есть Думаю Хер С ним Но Нет Нет Мне Как Пофигу Я Рад За Тебя Что У Тебя Это Есть У У меня Есть То Что У меня Есть И Мне Хорошо Смогу Сделаю Больше Не Смогу И Так Ништяк И И тут Какой-то Хер В пальто Пытается Тебе Подойти И сказать Что Эта Жизнь Не Интересна Дети Жена Дом Это Не Интересно Беседы С твоим Отцом За Чашечкой Кофе Это Не Интересно Объяснять Молодежи Младше Возрастом Отвечать Им На Вопросы Просто Это Не Интересно А Интересно Шляться Тусоваться Лазить По Всяким Прошмандовкам Вот Это Интересно Стоять В клубе Каком-то Говеном Где Тебе Скажут Можно Тебе В него Зайти Или Нельзя Зайти Какого Хера Вообще Я Понимаю Ты Малой Еще Не Осмыслил Он После 30 Лет Стоять Какой-то Сраный Клуб Какое-то Говно Перед тобой Тебя будут Куда-то Пропускать Или Нет Пошел Он Нахер И Этот Клуб И Эти Все Это Развлекуха Вот Нахер Это Все Я Лучше Буду Сидеть У себя Здесь В кресле Блин И Пить Кофе Спокойно И Ко Мне Подбежит Мой Ребенок Что-то Спросит Я Ему Отвечу Намного Благородней Дома Посижу Лучше А кто-то Предпочитает Такую Развлекательную Жизнь А это же Интересно Потом С этого Клуба Припрется Домой И Садится Смотрит Эдгара И Айда Пошел Комментировать А Эдгар Тут Сказал Что Такие Люди Полное Говно Если Ты После 30 Лет Шляешься В клубе Вместо Того Чтобы Занять Своей Семьей Да Ты Говно Говно Ты Чмо Ты Говнецо Еще То Позорное Чмо Вот Кто Ты Такой Если Ты После 30 Лет Не Занимаешься Своей Женой Ребенка И Шляешься Стоишь В какой-то Сраной Очереди Чтобы Пройти В какой-то Клуб Ты Говно Вот Так Вот Эта Штука Тебя Зацепит Как Так Охренел Что Да Я Да Ты Кто Я Домой Ты Че Сразу Такой Бардак Тебя В башке Да Потому Что Ты Чмо И Все Я Это Чувствую Я Знаю Что Ты Чмошник Вот Тебе Ты Как-то Перейдешь Через Себя Пускай Этот Охранник Скажет Что Ты 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 Слышь Ты Чмо Ты Проходишь А Ты Чмо Иди Отсюда Я Сегодня Тебя Не Пропускаю Это Не Только Клубу Это Куда Угодно Жопу Порвете Блин Раком Загнете Чтобы Вам Предоставили Какую-то Развлекуху И Как-то Без Этого Ну Никак Да Откажись Ты А потом Рветесь Под конец Жизни Быстренько Быстренько Сами Уже Сам Такой Ходячий Проститутка Или Проститут Все Пропустили Это Стадию Взросления Пропустил Все Пропустил Где-то Ходил Позорился И Тут БАТ Уже Жизни конец Блин Как жить Как быть Что-то Я Как-то Все Все Как-то Плохо Чего Плохо Гребаный Нарик Блин И Тогда Ты Бежишь Уже На Эти К Буддистам Быстренько Наработать В чем Смысл Жизни Заняться Гребаной Медитацией Заплатить Блин Бабло Чтобы Он Тебя Научил Медитировать И Ты Такой Сидишь Типа Сейчас Вот Я Найду Да Не Спасешься Ты Лузер Как Был Лузером Так И Останешься Им Просветление Невозможно Получить За бабло Искусственно Не Желая Этого А Многие Сейчас Это Делают И На Вас На Таких Придурках Бабло Рубят Вам Открывать Йога Центры Всякие Там Буддистские Центры И Не Только По Религии Будды Любой Такой Курс Успеха Курс Счастливости Курс Я не знаю Уже Курс Какой Чего только Не придумали Вы платите За эти Курсы Идете На эту Херню Вам Говорят Что нужно Ногу Закинуть И Почесать Ухо И тогда Ты достигнешь Вот Блин Блин Просветление Ты Закидываешь Свою Ногу Ломаешь Ее Она У тебя Растягивается Как Придурок Этой Херней Страдаешь За это Плачешь Еще Деньги И думаешь Что просветлился Как Говорит Эдгар Хер Тебе В подмышку А не Просветление Не получится И так Ты просто Сдохнешь Так И Не Просветленный Не Поняв В чем Прикол Жизни И Родишься Снова Чтобы Пройти Все То же Самое И Еще Раз Попытаться Понять Это Называется Реинкарнация Реинкарнация Уже Не Нужна Ты На Автомате Переходишь В другой Формат В другое Пространство В другое Мышление Другое Состояние Измерения И Будешь Проходить Другое Состояние Там Тебя Ожидают Другие И Такая Ситуация Только Чуть По Другому А Реинкарнация Срабатывает На Придурков Которые Не Допрошли Своё Дело Херней Занимались Так Что Не Просри Этот Момент А то Снова Придется Тебе Здесь Тусоваться В Том Месте Где Тебе Не Совсем Будет Нравиться А Потерянным Людям Все Не Нравится Вокруг Все Прекрасно Понимаете Все Прекрасно Природа Все Хорошо Ад Рай Говорят Ад Рай Именно Здесь И Находят Для Кого-то Вокруг Рая Для Кого-то Ад Это Зависит Как Вы Мыслите Кто-то Мыслит Говена Ему Все Тут Ад И Вот Он Живет И Ждет Этого Гребаного Рая Когда Он Будет При том Что Он В нем Же И Находится Просто Его Мысль До Этого Не Дошла И Он Ждет Когда После Смерти Куда-то Попадет И Там Вон Спасется Блин Опять Повторюсь Щербам В подмышку А не Рай Вот Такие Вот Короче Дела Что Сказать Просветляйтесь Просветляйтесь Ой Блин Так Охота Сказать Людишки Так Мне Вот Как-то Обидно Забуду За Иисуса Нормальные Пацаны Нормальные Люди Взяли Испоганили Все Их Чуваки Сидели Мыслили Домыслились До Какого-то Состояния А Их Их Мышление Взяли Переделали В религию В формат Бабла И Просто Продают Грёбаным Придурком Чуваки Вообще Не то Хотели Вы Чё Почитаете Блин Всякие Статуэтки Херню Всякую На себе Носите Это Всё Здесь Останется Всё Здесь Вы Сдохнете Всё Здесь Останется Основная Штука Это Что Нужно Ценить И Развивать Это Мысль Будда Иисус Мухаммед Они Что Хотели Они Хотели Чтобы Ты Мыслил Размышлял Посвящал Этому Время Старался Над этим Выбери Чуть Чуть Время И Помысли Подумай Есть Какая Мысль Обсуди С другом Обсуди С кем Угодно Дай Ей Развиться Дай Ей Прийти К чему Это Приведет К новой Мысли Вы Мыслите Чтобы Додуматься До того Что Мысли Не Нужно Это Сложное Такое Понятие Но Это Можно Понять Некоторые Люди Говорят Мне Типа Поймали Меня На словах Думаю Что Поймали Типа Эдгар Сам Говоришь Что Идеальное Состояние Разговор С Богом Это Когда Отключишь Мысли А Сам Говоришь И Продвигаешь Пропагандируешь Мыслительную Деятельность Так У тебя Что Типа Парадокс Сам Говоришь Не Мыслите А Сам Говоришь Мыслите И Получается Ты Какой Идиот И Типа Ха Ха Ля Ля Ла Типа Они Меня Поймали На слове Как Говорится Хер Вам В Подмышку Меня Не Заловишь На Таких Вещах Чтобы Понять Что Мысль Не Нужна Это Мусор И Достигнуть Состояния Просветления Нужно Домыслить До Этого Состояния Мысли Должны Работать И Такой Бам И Ты Понимаешь Что Мысль Не Нужна Но Чтобы Понять Что Мысль Не Нужна Нужно Блин Мыслить Если Я Это Понял У меня Как Это Вам Объяснить Я Могу Вам Сказать Не Думайте И Все Закончите Этот Видос Разве Ты Поймешь Достигнуть Просветления Да Как Ты Это Поймешь Так Жи Будда И Любой Другой Нормальный Обычный Чувак Это Обычный Жизненный Процесс Не Надо Это Возвышать И Ставить В рамках Каких Там Будда Да Нормальный Пацан Чувак Да Нормальный Пацан Иисус Нормальный Пацан Просто Чувак Пацан Да Вот Со Двора Они Все Были Обычные Люди Не Надо Их Как Хер Знать Кем Нормальный Пацаны Свои Проблемы Жизненные Были Так Вот Они Мыслили Посвящали Этому Время Иисус Тоже Как Говорится Шлялся По Всему Миру Мухаммед Что Они Делали У Евреев Как Таскал За Собой Блин Целых Целое Огромное Количество Людей Сорок Лет По Пустыне Водил Что Он Делал Мыслил Что-то Обучал И потом Его Сделали Вот Они Все Одинаково В одном Возрасте Все Где-то Бродили Ходили Отказывались От чего-то В итоге Они Понимали Ну У всех Одна Штука Проскакивает Они Все Думали Они Все Мыслили Они Все Философствовали Отказались От всего И начали Думать Осмысливать Но Каждый Осмысливает В разное Время Не Обязательно В 30 Лет Ну Просто Есть Какая-то Золотая Середина Тоже Ты Не Можешь В 15 Лет Прямо Взять И Осмысливать Ты Женись Сначала Попробуй Что Жена Ребенок Трудности Какашки Памперсы Добывать Оленя Трудности Какие-то Пройди Жизненные Вот После Этого Чтобы У тебя Было Что С чем Сравнить И Прийти К чему-то Но Люди Не Могут Быть Просветлёнными Не Пройдя Какой-то Определённый Путь Ничего Не Делал И Вот Решил Тут Стать Просветлённым Да Как Ты Станешь Просветлённым А Как Чтобы Кому-то Рассказать Как Дерево На Дереве Яблочки Получить Ты Должен Был Попробовать Как-то Посадить Это Дело Потом Чтобы Показать Человеку Рассказать От Души Правильно А не То Что Тебя Кто-то На Ух Нашептал Чтобы Вырасти Дерево Нужно На Него Плюнуть На Косточку Плюёшь И оно Само Вырастает И ты Начинаешь Всем Рассказывать Как Люди Делают Насмотрится В Ютубе Чего-нибудь Сами Это Не Узнают И Основываясь На Этом Других Людей Пытаются Учить Вот Чтобы Дерево Вырастить Нужно Как Вырастить Дерево И Вы Покупаете Этот Курс Рассчитывайте На Него Делайте А что-то Не Получается Никак Ничего Разочаровывайтесь И Вот Такой Круговорот Идиотов Я Не Хочу Преподавать Непонятно Что Если Это Не Пробовал Я В Своих Видео Рассказываю То Что Я Пробовал По Бизнесу По Жизни Мысли Философия Все Все Что Я Говорю Это Я Пробовал Я Не Слышал А Это Пробовал Изучал Как-то Вот Так Вот Ладно Короче Мальчики И Девочки Думайте 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 Осмысливайте Философствуйте Уделяйте Этому Время И Глядишь У Вас Получится Получить Это Гребанное Просветление Ну И Конечно Можете Мне Написать Обязательно Порядки Такие Люди Найдутся Как Без Вас Что Я Что-то Ерунду Какую-то Говорю Нормально Нормально Я к вам Нормально Отношусь Не очкуйте Пиши И тебя Просветлим И тебя Вылечим И тебя Вылечим Мы Всех Вылечим Как Говорится Счастливо Не забудь Подписаться На мой Просветленный Канал И Какой-нибудь Просветленный Комментарий Обязательно И лайк Просветленно Заеди Все Пока